Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова За вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия Для погашения долгов бюджета республики на ближайшие три года потребуется более 31 миллиарда рублей Об этом сообщила вице-премьер глава Минфина Лира Иктисамова По ее словам, в структуре долга региона с 2024-2026 годы 5,5 миллиардов рублей составляют инфраструктурные бюджетные кредиты Еще 27 миллиардов рублей пойдет на возмещение облигаций Лира Иктисамова отметила, что объем долга в бюджете на будущий год и плановый период до 2026 года существенно не изменится А если это и потребуется, то только в рамках уже ранее заключенных соглашений республики и Минфина страны Башкортостан таким образом сохранит приверженность консервативной бюджетной политики На погашение долга мы уже будем направлять 31,1 миллиарда рублей Максимальное значение государственного долга республики у нас сложится в 2024 году К концу 2024-го 70,4 миллиарда рублей В дальнейшем мы планируем его снижать, погашать По долговой нагрузке мы по-прежнему останемся в группе регионов с высокой надежностью и устойчивостью соответственно Ранее министр финансов представила проект бюджета на будущий год и на плановый период до 2026 Доходы в 2024 году составят 289 миллиардов рублей Расходы – 299 миллиардов с дефицитом в 10 миллиардов В последующем предполагается преодоление недостачи и выход на бездефицитный бюджет республики Башкортостан и китайская провинция Хубей прорабатывают возможность взаимных поставок сельскохозяйственной продукции В том числе национальных деликатесов Также стороны обсудили создание совместных фермерских хозяйств Хубей является одним из основных экономических центров Китая Плодородная равнина позволяет провинции занимать шестое место в стране по сельскому хозяйству Регион внедряет технологии, механизацию и современные методы выращивания В Хубе создаются сельскохозяйственные парки, зоны развития, где ведется селекционная работа и исследования в области семеноводства Китайская страна также видит потенциал для совместной работы с Башкортостаном и в нефтехимии, а также автомобилестроения У нашего сотрудничества очень большой потенциал в таких отраслях, как нефтехимической отрасли, так и в продовольственной, сельскохозяйственной отрасли Я думаю, что сейчас у нас уже очень хорошая основа сотрудничества И мы искренне надеемся, что начиная с нашего заседания сегодня, наша встреча сегодня придает новый импульс Башкортостан один из крупнейших регионов Российской Федерации, обладает очень большим потенциалом У нас более 200 нефтяных месторождений, более 1000 разнообразных месторождений, медиа, цинка, золото Поэтому у нас есть где приложить совместные усилия для работы Уверен, что сегодняшнее заседание совета – это возобновление наших отношений и увеличение их в кратном размере В ближайшем будущем Башкортостан намерен нарастить из Китая поставки автозапчастей Особым спросом пользуются газовые двигатели Вичай 255 использовали для производства автобусов марки Нифас Также рассматривается возможность создания башкирско-китайского сборочного производства на территории нашего региона В продолжение темы 19 соглашений подписаны в рамках бизнес-миссии Башкортостана во главе с премьер-министром правительства республики в КНР Подводя предварительные итоги поездки, Андрей Назаров отметил интерес китайских бизнесменов к республике очень высокий Ряд наработок удалось достичь в агропромышленном секторе К примеру, планируется запуск сборочного производства тракторов Это проект компании Башсельхозтехника и китайского предприятия Зумлен Хэви Индустри Рус В следующем году начнется строительство нескольких заводов республики Для их локализации рассматривается особая экономическая зона Алга, Кумыртау, территория Зауралья В целом за эти дни удалось заложить крепкий фундамент сотрудничества с Китаем, отметил Андрей Назаров Китайские компании ведут себя так, что если есть положительно успешный пример инвестиционного сотрудничества И локализация производства на территории региона какого-то российского То другие компании китайские уже идут охотно, потому что видят, что намерение не просто на словах А регион поддерживает, есть уже успешно реализованный кейс И поэтому другие сразу начинают тоже двигаться вперед Такой у китайцев менталитет И поэтому это особо важный такой в некотором смысле прорыв этого визита Премьер-министр также сообщил, что большое число китайских компаний подтвердили свое участие в международной неделе бизнеса Которая пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября Под каждую делегацию подготовят программу для максимально эффективного взаимодействия Весной следующего года ожидается большой визит делегации Башкортостана под руководством Ради Хабирова В Пекине проведут более масштабную презентацию региона И планируется углубить сотрудничество в туристической и строительной отраслях Ради Хабиров ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус Информацию подтвердили в пресс-службе главы республики Напомню, с 26 октября в правительстве Башкортостана объявили масочный режим Ограничения вернули для предотвращения роста числа заболевших ОРВИ и другими вирусными заболеваниями За неделю с 30 октября по 5 ноября в регионе выявили 2727 случаев заболевания коронавирусом Госпитализировали за этот период 137 пациентов Недели ранее зафиксировали 618 заболевших 93 жители республики попали в больницы На конец октября более 2600 человек подхватили острые респираторные заболевания и грипп 41% из них дети, сообщили в региональном Роспотребнадзоре У меня все это к этому часу, оставайтесь на РБК, всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова